Самый бесполезный овощ – это помидоры? Правда ли это? Для кого они станут источником витаминов и минералов? Всем привет! Давайте узнаем обо всем этом! А вы задумывались, почему в полетах на самолетах дают именно томатный сок? В полете хочется пить сильнее, чем на земле, потому что воздух пересушен, слизистая требует влаги. Томатный сок справляется с жаждой, как ни один другой напиток в мире. Более того, он утоляет и голод за счет своей густоты и структуры. Важно еще и то, что в полете мы по-другому ощущаем вкусы. Да, на рецепторы влияют давление и даже шум. Привычные напитки могут казаться не такими уж приятными. Зато томатный сок, такой насыщенный и соленый, очень ярко ощущается. Итак, помидоры. Это съедобные плоды растения семейства посоленовых, родом из Южной и Центральной Америки. Помидор на самом деле является плодом, но в научном и кулинарном смысле его часто считают овощем. Впервые помидоры были выращены в Южной и Центральной Америке. Их привезли в Европу после открытия Америки Колумбом. Сначала их считали ядовитыми и выращивали как декоративные растения. Существует более 10 000 различных сортов помидоров, которые отличаются по форме, цвету и вкусу. От маленьких черри до больших пивстековских помидоров. Помидоры продолжают созревать даже после их сбора. Их можно хранить при комнатной температуре и они могут постепенно стать более спелыми и сладкими. На языке ацтеков это растение называлось томатль. Отсюда русское и европейское название. Одной из первых стран, где томаты стали выращивать как овощное растение, оказалась Россия. Большая заслуга в этом принадлежала русскому ученому агроному Болотову, доказавшему, что плоды томата не только не ядовиты, но вкусны и полезны. В России они обладали плохим вкусом, потому что не вызревали в течение сезона. Болотову удалось, применив рассадный способ и метод дозаривания, довести их до состояния спелости и продемонстрировать великолепный вкус этого овоща. Отношение к томату резко изменилось и к середине 19 века, по примеру России, его стали выращивать и в других странах. Чем полезны помидоры? Уважаемые зрители, наша команда всегда ищет рецепты и полезные советы для вашего здоровья. Так что подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы поддержать работу команды. Спасибо и приятного просмотра. Загадочно, аромат и сочность помидоров – это лишь начало. Они буквально бурлят витаминами и питательными веществами, необходимыми для бодрости и благополучия. Один только взгляд на их яркость поднимает настроение, а внутри они хранят настоящую сокровищницу полезности. Один из главных богатств помидоров – это лицепин – мощный антиоксидант, способствующий защите клеток организма от вредного воздействия свободных радикалов. Этот антиоксидант также поддерживает здоровье кожи и укрепляет иммунную систему, предотвращает развитие раковых опухолей и мутации ДНК. По данным исследования 2020 года, мужчины, которые едят помидоры каждый день, снижают риск развития рака предстательной железы на 28%. Ликопин содержится во многих красно-оранжевых частях растений, но томаты содержат больше всего ликопина. Поскольку при термической обработке его биодоступность увеличивается, не только жареные, а вообще термически обработанные томаты в рационе очень полезны. Чтобы увеличить биодоступность ликопина можно также пюрировать томаты. Диета с высоким содержанием ликопина связана со многими преимуществами для здоровья, от улучшения сердечно-сосудистой функции до лучшей защиты от различных видов рака. Употребление 200 грамм красных томатов обеспечит вас рекомендуемой суточной дозой ликопина, примерно 5 миллиграмм в сутки, впрочем, как и полстакана томатного сока. Каротиноиды, к которым относится ликопин, жирорастворимы, то есть они лучше усваиваются при одновременном употреблении с жирами. Поэтому сырые помидоры следует есть с маслом. Однако помните, что не все жиры одинаково полезны. И старайтесь выбирать более полезные варианты, например, оливковое масло, авокадо или сыр. При проблемах с пищеварением помидор будет натуральным целителем. Благодаря нежной клетчатке и пектиновым веществам мякоти томатов стимулирует пищеварение, усиливает перистальтику кишечника и выделение желудочного сока, сопровождающихся пониженной кислотностью. Томаты возбуждают секрецию желудочного сока и деятельность кишечника. Их сок рекомендуют при гастритах. Обычно пьют 150-200 грамм сока за 30-40 минут до еды. Учитывая противовоспалительную силу томатного сока, его применяют при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, калитах и воспалении желчного пузыря. Однако зрелые плоды при язвенной болезни рекомендуется употреблять ограниченное. Но это еще не все. Помидоры богаты витамином С, который не только способствует укреплению иммунитета, но и способен повысить уровень коллагена, сохраняя молодость кожи и улучшая ее текстуру. Как говорят в народе, помидор – косметолог. Он помогает коже восстановить упругость, свежесть и лечит ее. Поэтому помидоры используются во многих рецептах по уходу за кожей – для лечения угревой сыпи, отбеливания кожи, ожогах, даже при трещинах на пятках. И что еще удивительно – помидоры содержат калий, магний и витамин К в помидорах, поддерживают здоровье сердца и костей. Также нужно кушать помидоры и для поддержания хорошего зрения. Помните, что сок из томатов – это один из самых полезных овощных соков, имеющий щелочную реакцию только при условии, что в нем нет сахара и крахмала. Так что лучше не покупать томатный сок, где присутствуют эти составляющие. Лучше готовить его самому, да еще и из собственного урожая, без превышения нитратов. В некоторых случаях образование камней в почках связано именно с употреблением томатного консервированного сока с добавлением сахара и крахмала. Какой вред могут нанести помидоры на организм? Помидоры могут вызывать различные реакции со стороны организма. Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, прежде всего с язвой желудка, не рекомендуется есть помидоры. Избыток желудочной кислоты после помидоров может привести к изжоге или кислотному рефлюксу отрыжки. Семена и кожура помидоров могут вызвать синдром раздраженного кишечника и спровоцировать взутье живота. Помидоры относятся к пищевым аллергенам. Реакции могут возникать не только у детей, но и у взрослых. В помидорах содержится гистамин. Аллергия может проявиться в виде кожной сыпи крапивницы. В зависимости от чувствительности к аллергену и от количества съеденных помидоров типы реакций могут отличаться. Кто-то ограничится зудящими руками, а кто-то может познакомиться с отеком к венке. А как вы употребляете помидоры? Напишите, какие у вас результаты и поделитесь полезными народными рецептами в комментариях. Спасибо за просмотр! Чтобы не пропустить познавательные видеоролики, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Здоровья вам! Продолжение следует...